Приветствую вас! Что-то мне подсказывает, что основная проблема не в работе, не в том, что вы делаете, и даже не в идеях, которые есть у вас. Что-то мне подсказывает, что основная проблема заключается именно в вашем возрасте, именно в том, что вы на первое место поставили то, сколько вам лет. Конечно, я могу ошибаться здесь, и, конечно, может быть, это просто случайность, но по опыту могу сказать, что то, о чем человек пишет в самом начале, является для него и самым важным. Хотя, безусловно, это бывает не всегда. Вы спрашиваете, как вам поступить, что немного странно для человека, который является опытным предпринимателем в сфере, в области меди и маркетинга. Немного странно, то есть, вы, уже, наверное, много лет занимаетесь тем делом, которым занимаетесь, вы, которая хорошо знает себя, которая хорошо знает, по идее, чего она хочет, действительно прислушаетесь к тому, что скажут вам психологи, а именно, люди, которые вас не знают, которых не знаете вы. Совершенно очевидно, что, чтобы ответить на вопрос, как поступить, чтобы прислушаться к ответу на этот вопрос, вам нужно иметь, вам нужно видеть, точнее, в человеке авторитет. Мы таким авторитетом не являемся, и это нормально, потому что вы нас не знаете. Поэтому, ваш вопрос выглядит странным, как минимум. На мой взгляд, проблема заключается в том, что ваша работа перестала приносить удовольствие и деньги. Это первое. И то, что раньше делалось с запалом на раз-два, теперь делается большим усилием и принуждением, как вы пишете, то есть, вы привыкли, что вам дается все легко. Вот. Ну, или, может быть, в последнее время давалось все легко. И здесь важно не идеи, которые у вас есть, хотя, конечно, идеи это всегда хорошо, но идеи связаны с риском. Идеи связаны с неопределенностью и не совсем понятно, готовы ли вы сталкиваться с неопределенностью, с риском. Готовы ли вы, к примеру, ставить под угрозу то, чего вы достигли сейчас, это уже, как вы понимаете, решать исключительно вам. Я думаю, что, как психологов, нас будет интересовать, а, ваше отношение к возрасту, б, ваше отношение к самому себе, ваше восприятие себя, ваше семейное положение, мне почему-то показалось, что вы одна, без мужчины, без своей собственной семьи, вот. Г, это с какого момента ваша работа перестала приносить вам удовольствие, собственно говоря, деньги. Вот. Пожалуй, еще один важный момент заключается в том, что у вас удовольствие от работы связано с деньгами. То есть, я, конечно, не знаю, что именно вы делаете, но, безусловно, вам повезло, что любимая работа раньше приносила вам не только удовольствие, но и деньги. Теперь, удовольствие, она перестала приносить, но почему перестала приносить деньги? То есть, иногда, иногда работа может приносить только удовольствие или только деньги. И это нормально. Особенно это касается, наверное, удовольствия, потому что человек меняется, он не остается неизменным. И то, что раньше дарило наслаждение, то, что раньше было новое, то, что раньше было интересно, сейчас нет. И это нормально. Так, может быть, вы реализуете свои идеи, которые у вас есть в другой сфере, не теряя при этом текущую работу. Не теряя при этом текущего дохода. Не теряя при этом своего текущего положения. Если вы предприниматель, то наверняка знаете, как важен, с одной стороны, источник постоянного дохода, а с другой стороны, как важно иметь именно идеи и вкладывать эти идеи. Поэтому, мне думается, что ответом именно на ваш вопрос будет отделение удовольствия от работы и денег, отделение одного от другого. и стремление к этим двум элементам, но не за счет одной работы. Вот так. Я понимаю, что это очень общий ответ, очень поверхностный ответ. Но я еще раз повторю, что для меня является загадкой, как человек вашего опыта, как человек вашего возраста, вот, будет приключиваться к другим людям. Более что, именно психологическую проблему вы не описали. То есть, вы описали, но вопрос задали не по ней. То есть, вы не задали вопрос так. Вот, у меня была любимая работа, она мне приносила удовольствия деньги. Теперь, работа осталась, но любимой быть она перестала. Вот я не могу разобраться, почему. И далее вы описываете, например, свою историю, да, историю своей работы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, например, вы работали, когда вы начали работать, вы были полны надежд, вот, потом, допустим, вы чего-то в своей работе добились, но, к примеру, не построили семью. И в определенный момент вы захотели заменить семью работой, да, в определенный момент вы захотели, чтобы работа заменила вам семью, детей и мужа, к примеру. И вы, собственно, стали больше времени выделять работе и вкладываться в нее. Но, когда работа перестала давать вам тот эффект, тот результат, вы постепенно начали в ней разочаровываться, к примеру, да. И здесь уже можно, как бы, ну, какие-то направления выявлять. А то, что вы описываете, это абсолютно никакой информации о вас, кроме того, что вы предприниматель в сфере меди и маркетинга, вот. И то, что вы, короче, специалисты востребованные, а также то, что вам 47 лет, и то, что работа раньше приносила вам удовольствие и деньги, а теперь она дается вам тяжело. Больше никакой информации вы о себе не дали. То есть это все следствие. Это следствие, что вы хороший специалист, это следствие, что вы предприниматель, это следствие, что вам давалось все легко. Это следствие. Причин нет. И не имея доступа к причинам сказать, указать вам на проблему, то есть не брать за вас ответственность за вашу жизнь и за ваш выбор. Потому что это сделаете вы сами. А указать вам на проблему, на противоречие невозможно. Совершенно очевидно, что профессиональная жизнь, деловая жизнь, рабочая жизнь, она деформировалась либо сама, то есть сфера деловая, она деформировалась либо сама, либо деформировала вас. Я полагаю, что многое зависит очень от вашего отношения к работе и от того, какие эмоциональные ресурсы вы в нее вкладываете и, наверное, самое главное для того, чего вы от работы собственно ждете. Понимаете? То есть если вот так вот предположить, да, что вы занимались любимым делом и оно вам приносило удовольствие, потом, если работа не менялась, да, если работа не менялась, если ничего не менялась, но при этом удовольствие пропало, значит, изменились вы. И получается так, что свои перемены вы либо не заметили, и тогда вам нужно помочь это сделать, либо вы игнорируете, и тогда вы подавляете свои перемены, подавляете свои чувства. Что нужно раскрыть и разрешить вам. Вот так. Вот с точки зрения психологии проблематика может быть такой. И когда все противоречия, которые есть у вас, будут, к примеру, раскрыты, решены, я уверен, вы сами сделаете выбор по поводу того, как вам поступать и сами примите решение. Пока что вы не можете этого сделать, потому что назрели противоречия. Может быть кризис, кризис, кризис. Вот. Ну, гризис такое состояние, когда привычные действия человека, которые всегда ему помогали, которые всегда давали результат, вот, которые всегда были эффективны, а теперь таковыми не являются. А новые действия, новые действия, новые привычки не были отзвоены или есть страх, к примеру, что не получится и так далее. Но все решаемо, все поправимо, главное, чтобы вы все же несколько более четко, несколько более ясно увидели именно проблематику. Психологическую проблематику. Это никак не вопрос, как поступить. Это, что-то другое, что-то более глубокое, более личное. Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Похожж. Похожж. Значит. Продолжение следует...